Рецессия Всемирный банк Описал сценарий новой глобальной рецессии Мировая экономика оставила позади Воспоминания о финансовом кризисе 2008-2009 годов И прогнозы на 2018-2019 годы Оптимистичны Пишет Всемирный банк Но рецессии происходят каждые 10 лет И следующее может прийти в любой момент По мнению аналитиков Всемирного банка Ближайшие перспективы мировой экономики Внушают оптимизм Около половины всех стран мира Испытывают ускорение экономического роста Но за горизонтом 2019 года Все выглядит более тревожно Тем более, что глобальная рецессия Происходит практически каждое десятилетие И прошло как раз 10 лет От последнего кризиса Вероятность того, что мировой экономический рост В 2019 году А базовый прогноз составляет 3% Окажется ниже 2% Оценивается в 21% А вероятность роста выше 4% Составляет лишь 16% Экономисты Сити Групп Приравнивают рост мировой экономики Ниже 2% К глобальной рецессии Для сравнения в кризисном 2008 Мировой рост составил 1,8% Просто замедление неизбежно Текущий сценарий Всемирного банка Постепенное снижение темпов роста мирового ВВП С 3,1% в 2017-2018 годах До 2,9% к 2020 году Но возросла вероятность резкого торможения Если один или несколько экономических рисков материализуется Первая категория рисков Торговые войны Война это всегда плохо Причем плохо будет всем ее участникам Вторая категория рисков Дефолт какой-нибудь европейской стороны К примеру, Италии или Испании Третья категория Госдолг Уровень задолженности развивающихся экономик Сейчас значительно выше, чем был до кризиса 2008 года Ужесточение монетарной политики Плюс обесценивание национальных валют Может вызвать существенное увеличение стоимости обслуживания долгом Четвертая категория Финансовые пузыри Например, в Соединенных Штатах Америки Акции и компании сейчас стоят исторически дорого С точки зрения соотношения котировок и прибыли компаний То есть стоимость этих акций раздута и не обеспечена прибылью Что до России, то прогноз по росту ВВП нашей страны В 2018 году Всемирный банк снизил еще в мае С 1,7% Ожидавшихся полгода назад До 1,5% сейчас В 2019 году экономический рост в России Увеличится до 1,8% И останется на таком же уровне И в 2020 прогнозирует Всемирный банк Другое дело, что прогнозы дело неблагодарное Если бы все не сбывались, не было бы никаких неожиданных кризисов С одной стороны, выгодно разместить деньги на банковских вкладах Россиянам практически невозможно Такими низкими процентные ставки еще никогда не были С другой стороны, лишних денег у населения нет Размещать почти нечего Действительно, ставки по вкладам в банках в последнее время активно снижаются Так, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях В конце мая составила 6,27%, опустившись с показателя 6,32%, который был еще в середине мая Это максимальное значение за всю историю наблюдений Центробанка с середины 2009 года Следующее заседание Центробанка по вопросам процентной политики состоится завтра, 15 июня В настоящее время ключевая ставка составляет 7,25% годовых В России установилась рекордно низкая инфляция Поэтому, по мнению аналитиков, сегодняшняя средняя ставка по рублевым депозитам Может через год превратиться в 5-5,5% годовых Или может стать даже ниже Понизились процентные ставки и по сберегательным сертификатам Процентные ставки по сберегательным сертификатам доходили недавно до 12% годовых После того, как они попали под закон о страховании вкладов Они начали падать до 6-7% годовых, то есть к уровню ставок по вкладам Разрыв сегодня составляет не более 1% в пользу сертификатов Естественно, часть людей понесли свои деньги в другие финансовые инструменты В частности, согласно данным Центробанка, в прошлом году Россияне вложили 93 миллиарда рублей в государственные долговые ценные бумаги Облигации федерального займа Это в три раза больше, чем годом ранее На фоне 6-7% по депозитам, которые предлагали банки, некоторые выпуски народных бумаг позволяли получить доходность около 8% Но большинство граждан вкладывалось с депозита под 6% или пирамиды под 100% в месяц Не задумываясь о другом варианте Да и вкладывать было особо нечего В апреле реальные располагаемые доходы жителей России выросли на 5,7% в годовом вложении В январе-апреле 2018 года доходы населения выросли на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года До этого 4 года подряд реальные доходы сокращались Снижение реальных доходов населения, продолжающегося на протяжении нескольких лет, не располагало к инвестированию Даже те, у кого доходы начали наконец расти, в первую очередь совершают ранее отложенные покупки И погашают долги по набранным в трудный период кредитам В Перми продолжается ремонт дорог На днях были подведены итоги аукциона по выбору подрядчика Который будет ремонтировать дорогу на улице Розалии-Землячки от улицы Ким до улицы Уральской Стоимость ремонта превысит 5 миллионов рублей Главный упор при ремонте дорог теперь делается не на скорость, а на качество работ Надеюсь, что качество изменения дорог заметно Начинали мы несколько лет назад с 40% нормативного состояния уличной дорожной сети Постепенно, ежегодно добавляли примерно по 200 тысяч квадратов в ремонт Выращивали, самое главное, своих местных городских подрядчиков Довели до 1 миллиона текущего ремонта То есть раньше миллион, ну сложно было представить И сейчас с миллионом справляемся и ведем колоссально большие проекты То есть вот те проекты, о которых могли только раньше мечтать Договор на выполнение работ будет заключен с пермским подрядчиком ООО Дорожно-строительная компания Авториал Ремонт дороги начнется после 20 июня В прошлом году, обратили внимание, за полтора месяца перебрали Северную Дамбу Полностью, 20 с лишним лет не трогали, 32 коммуникации Трамвай закрывали всего лишь на полтора месяца А сейчас смотрите, какой трамвай и какое там движение Раньше там грунт, трамвай, грунт торчит, рельсы, шпалы ходят, скорость ограничиваем Не приведи Господь куда-то уедет трамвай На этом не останавливаемся, почему? Потому что дальше в этом году уже отремонтируем полностью Дороздали землячки трамвайные пути Планируется, что во время ремонта на улице землячки уберут старое асфальтовое покрытие и уложат новое полотно Кроме того, будет установлен бордюрный камень и нанесена новая дорожная разметка Сенсация! Гражданам России разрешат производить и торговать электричеством Представьте себе картину Мини-электростанция на каждом дачном и садовом участке Замораживает? Граждане России смогут строить на своих участках электростанции малой мощности И продавать излишки электроэнергии в сеть Об этом передает ТАСС со ссылкой на заявление первого замминистра энергетики Алексея Текслера Который заявил, что уже в этом году Минэнерго подготовит соответствующий законопроект Правда, есть условия Питаться электростанцией должны исключительно за счет возобновляемых источников энергии Ветра, солнца, гидроэнергии и биогаза Сегодня при Камье энергоизбыточно На его территории работает 7 крупных генерирующих компаний Их общая мощность составляет почти 6800 мегаватт Собственное потребление в последние годы составляет до 50% от производства Половину электроэнергии Пермский край продает в соседние регионы Удмуртию, Башкортостан, Кировскую и Свердловскую области Правда, энергетический комплекс Пермского края характеризуется достаточно высоким уровнем износа электрических сетей По данным на февраль 2018 года более половины, 53,6% электросетей изношено, что требует значительных вложений К тому же в Пермском крае свыше 2800 населенных пунктов с населением менее 200 человек И общей протяженностью электрических сетей 60 тысяч километров В целом получается, что массово строить электростанции на своих участках при Камье нет никакого смысла Тем более, что есть еще один чистый экономический аргумент против Считается, что из-за особых климатических условий Пермский край не подходит для развития альтернативной возобновляемой энергетики На выходе она обходится дороже традиционной Станислав Уланов, Андрей Стрельников, телекомпания Ветта Очень часто в последнее время мы сталкиваемся с вопросами защиты отечественных потребителей и производителей Но всего должно быть в меру Особенно, когда вопрос касается наполнения продуктовых полок В одном из выпусков мы рассказывали вам про то, как Россельхознадзор запретил поставки из Белоруссии молочной продукции Запрет на поставки был введен 6 июня из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований Как развивается ситуация сейчас? На данный момент составлена дорожная карта Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии Подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год Сообщает портал Интерфакс В дорожной карте указаны требования, при соблюдении которых правительство России начнет открывать границы для предприятий, которые их выполнили Стоит отметить, что запрет уже снят для трех из них В данной ситуации, когда речь идет об ограничении рынка и неизбежном нарушении экономических связей Важно вовремя разобраться в ситуации, чтобы не навредить интересам каждой из сторон Это была программа НЭП и ее ведущий Игорь Ганин До встречи! Редактор субтитров А.Семкин